Если учитывать нынешние условия погоды, говорят, это не аномалия, а не стандартные, нетипичные или атипичные условия, то надо отдать должное тем, кто сумел подцелиться, когда был небольшой минус, и заготовить горы вот этого снега и выложить трассу. Если такая трасса сохранится до соревнований, а у нас же не только одни соревнования, в Финляндии нет снега, в Эстонии и других, они просят, чтобы мы, международная федерация, просят, чтобы мы здесь провели соревнования и чемпионат Европы, и этап Кубка мира, IBU европейский этап. Поэтому вот стараемся, я, откровенно скажу, очень переживаю за это, контролирую, практически каждое утро мне докладывают, что сделано, но сегодня я так решил неожиданно свою тренировку перенести сюда и посмотреть. Конечно, трасса разбита, сейчас уже ноль, поэтому тяжеловато, особенно для любителей. А спортсмейны тренируются нормально. Мы сделаем трассу. Снега вон, видите, горы настреляли, целый дивизион пушек стоит, и наших, и не наших. Поэтому, если дождя не будет, чемпионат Европы и этап Кубка мы проведем достойно. Не подведем международнику, которые просто нас попросили спасти их, потому что нигде нет снега. Я не знаю, там точные условия, но они оплачивают полностью подготовку нашу. Ну, я же не считаю, что приедет сюда тысяча человек, люди приедут, которые будут питаться, жить и в Минске, и здесь как-то было в прошлые годы. Поэтому в финансовом отношении это окупаемо практически все, и с большой прибылью, но для меня не это главное. Главное заявление руководителя IBU, что за то, что вы нас, типа того, за то, что вы нас поддержали, спасли, фактически говоря, мы подумаем о том, чтобы в ближайшее время передать в Раубичи этап Кубка мира, уже ведущих самых топовых спортсменов, которые сейчас сражаются на чемпионате мира в Ангхольце. Кубка мира в Ангхольце. Кубка мира в Ангхольце.